Всем привет! С вами инженер электрики Екимов Игорь. В этом ролике я покажу, как из авто трансформатора сделать трансформатор. Авто трансформатор будем снимать с этого стабилизатора напряжений, который я рассматривал в прошлых роликах. Ссылки на эти ролики я оставил в описании. И как всегда, прошу поддержать этот ролик лайками и репостами. Подписывайтесь на канал. У меня для вас в планах еще много интересных роликов. Почему я решил снять авто трансформатор с этого стабилизатора, несмотря на то, что он рабочий. На этом стабилизаторе стоит авто трансформатор на 500 ватт, а мне нужен трансформатор на 500 ватт. Я искал такой трансформатор везде, и в магазинах, и на авито, и у знакомых электриков, но нигде не нашел. Тогда я принял решение снять авто трансформатор с этого стабилизатора, и переделать его в трансформатор. Посмотрите это видео до конца, чтобы увидеть, как я это буду делать. Вот я снял крышку со стабилизатора. Вот наш авто трансформатор, который будем снимать. Нам нужно снять этот авто трансформатор со всей механикой, которая на нем стоит, отсоединить провода, и потом снять эту механику. Этим я сейчас буду заниматься. Вот я снял авто трансформатор. Оказалось снять его не так просто, потому что весь механизм для управления щеткой был приклеен к этому авто трансформатору. И чтобы его снять, пришлось приложить усилия. Какие выводы имеет этот авто трансформатор? Во-первых, вот эти три вывода, они шли тонким шлейфом на плату управления. Это, скорее всего, обмотка датчиков, и мы ее использовать не будем. Она с основной обмоткой не контачит. Этот вывод у начало обмотки. Причем этот трансформатор состоит из двух слоев обмотки. Вот это вы видите наружную обмотку. И там внутри есть еще одна обмотка. Это вывод начала этой обмотки. И вот вы видите конец внутренней обмотки. К этому выводу мы подключаем 230 вольт. А это вывод окончания обмотки вольтнадбавки. То есть мы будем подключать этот вывод и этот вывод для подключения 230 вольт. А этот вывод и вывод вольтнадбавки мы будем использовать для подключения латра. Давайте я вам покажу прибором. Вот начало обмотки и тут вывод внутренней обмотки. У нас 12 вольтнадбавки. Между началом обмотки и выводом на 230 вольт. 15 ом. И начало обмотки и вывод вольтнадбавки. 16 ом. Что я буду делать дальше? Во-первых, заизолирую эти выводы. Они нам не нужны. Во-вторых, на вывод вольтнадбавки надену кембрик. И в-третьих, нам надо узнать, сколько витков нам нужно, чтобы получить на вторичной обмотке один вольт. Это мы определим экспериментально. Я намотаю сейчас 20 витков на этот автотрансформатор и посмотрю, сколько вольт будет на выходе. И, исходя из этих данных, мы можем определить, сколько витков надо для получения одного вольта на вторичной обмотке. Я заизолировал неиспользуемые выводы. Вот тут вот надел кембрик на обмотку вольтнадбавки. К этому выводу подключено начало обмотки. Я намотал 20 витков. Обращаю внимание, тут нули, иногда проскакивает единица. Меряем. 6,1 вольт. 6,1, 6,2. Короче, 20 витков у нас дает 6,1 вольт. Запоминаем и считаем, сколько витков надо на 1 вольт во вторичной обмотке. То есть, это пропорция. 20 витков это 6,1 вольта. Нам надо высчитать, сколько витков надо на 1 вольт. Я отключил трансформатор, чтобы вам показать, как я заизолировал. Вот я заизолировал вывод, который идет на 230 вольт. И вот я заизолировал контакт, по которому ходила щетка. Сейчас посчитаю, сколько витков на 1 вольт. Я буду делать обмотку на 12 вольт с отводами через каждые 2 вольта. Я посчитал на компьютере. 20 витков разделить на 6,2 вольта. У нас получилось 3,28 витка. Так как под нагрузкой у нас напряжение будет падать, возьмем не 3,28 витка, а возьмем 3,5 витка на вольт с небольшим запасом. И так как мы будем делать выводы через каждые 2 вольта, у нас будут делаться выводы через каждые 7 витков. Вот результат моей работы. Я намотал вторичную обмотку проводом ПВ-3 сечением 4 мм квадратных. Осталось только на провода поставить наконечники и поставить колодки, чтобы к этому трансформатору можно было что-то подсоединять. У меня 2 витка не хватило. Последняя секция у меня получилась из 5 витков. Но посмотрим, какое напряжение вышло. У меня получилось напряжение 12,2 вольта. Это напряжение без нагрузки. Желательно все-таки эти 2 витка домотать, чтобы под нагрузкой было ровно 12 вольт. Но в моих опытах это вряд ли будет мешать. Вы видите созданный мной трансформатор. Тут вход трансформатора. Это выход трансформатора. На вход будем подавать напряжение 230 вольт или выход с автотрансформатора. К этой клеймной колодке мы будем подключать испытуемую нагрузку. Тут достаточно места, чтобы добавить еще обмотки. Я думаю, тут можно до 18 вольт добавить. Я специально трансформатор не обматывал сверху дополнительной изоляцией для того, чтобы улучшить теплоотвод. Я его буду использовать в мощностных режимах и поэтому теплоотвод должен быть максимальный. Со временем я собираюсь его установить в корпус стабилизатора, откуда я его выну. Для этого я закажу на Алиэкспресс все необходимое для этого. А до установки в корпус я его буду использовать в таком виде. Ждите новых роликов с использованием этого трансформатора. Поддержите ролик лайком и репостом. И конечно, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. И до встречи в новых и старых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова